Добрый день! Сегодня у нас топ-куб Вилонг ГТС-3 магнитная версия. Я, кстати, не уверен, если не магнитная, но это вот точно магнитная, буковка М нам об этом вещает. Я приготовил ГТС-2, ГТС-1, немножечко сравним. Пока распакую. Горобочка выглядит стильно и дорого, приятно смотреть. Ну, в традициях предыдущих версий. И, кстати, вот черный стиль, это именно у магнитных кубиков. Открываем. Здесь опять же магнитная защелка. Что внутри? Внутри у нас вот так вот красиво все уложено. Так, сам кубик в отдельном боксе. И тут еще коробочка. Все, больше ничего нет. Отложим. Посмотрим сначала, совершим мы вот эту коробочку. Тут что-то такое звенит, гремит. Ага. Так, так, так. Вся каменкулатура. Стандартная инструкция. Карточки, карточки. Запасные магниты. Похоже, 4х2 или 4х1,5. Какие-то такие. Отвертка, которую сейчас уже кладут в каждую топовую модель от компании Moe. У меня их уже достаточно много. Вот эти вот вещи для настройки натяжения куба. То есть он вставляется как-то вот так вот. И затягиваются центры до убора. Тоже у меня их несколько. И вот эти вот штучки. Это, видимо, отвертка. А это, видимо, запасное кольцо. Сейчас посмотрим. А еще какая-то бумажка. А, бумажка. Это руководство по эксплуатации. Как пользоваться боксом. Угу. Угу. Я думаю, мы справимся с этим. Так. Это пока все отложим. Коробочку отложим. Интересен сам куб. Вот он в таком боксике. Так. 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 Угу. Кубик. И как раз, как нас учило руководство, говорит, вот здесь вот нужно достать вот такую штучку. Видимо. А, вот эту штучку тоже. Это вставить сюда. Это вставить как-то сюда. И кубик. Ага, не вставил. Наоборот, могу. Кубик. Вот. И вот. То есть, кубик может вот так вот красиво стоять. Плюс. Конечно, плюс. Это изящно, удобно, практично. Но если эту ножку снять, то будет переносной бокс. То есть, можно в нем носить. Но если кубик стоит в нем, то не закроется, естественно. Так, бокс отложим. Сам кубик. Как мы видим, он имеет рюшки. Достаточно спорное, на мой взгляд, решение. Но вариантов не было. То есть, этот кубик выпускается только в калории, и только с рюшками, и только с магнитами. По-моему, немагнитной версии нет. Да, точно нет. Магнитики чувствуются? Давайте сразу мешать, потом посмотрим строение. Был кубик с рюшками уже от Сикванбойса. Я в трешке, кажется, покупать не стал, а двушку купил. Сейчас достану. Двушка от Сикванбойса с рюшками. Они здесь здоровые такие. Понравилось ли мне? Скорее, нет, чем да. Ну так, забавно. Но не более того. В трешке, они, конечно, тут значительно меньше. То есть, размер по рюшкам чуть больше, 56, по телу кубика, там, поменьше. Напишу здесь. Ну, а сам куб быстрый. Быстрый. Очень быстрый. Из коробки настроен достаточно расслабленно. Ну, какая ряха. Интересное строение здесь. Соберем с кровью. Честно, вообще не похоже на предыдущие вилонги. То есть, ну, первым я сейчас... Нет, второй. Первым я сейчас не кручу. Его там когда-то распиарили. Очень сильно. Но почему-то у меня до него в свое время руки не дошли. И, по себе, он какое-то время что-то там пообновил, но сильно его поэксплуатировать не успел. Вышла там вторая версия. Магнитные версии пошли на тот момент. Ну, просто хороший кубик. Приятный. Сам я его не магнитил. И сейчас, видимо, хочется его, конечно, еще покрутить, но без магнитов уже что-то не то. Замагничь, наверное. Вот вилонг второй. Магнитный. У меня до сих пор основной, но, правда, для сборки одной рукой. Двумя руками собираю Волк 3 Пауэр. Магнитный, естественно. То есть, кубик. Отличный. Просто замечательный. На нем много сборок. Больше двух тысяч точно. И хоть бы хны. С первой версией все ругали, что быстро облезают наклейки двуслойные какие-то. Но этот вроде цел. Конечно, на нем если открутить тысяч двадцать сборок, будет, наверное, ситуация другая. Но у меня трешек много. Могу менять. И сейчас перешел на цветной пластик. Так что там с этим проще. Что здесь? Ощущения от прощения вообще не те. Совершенно не те. То есть, он хоть и несет в себе название Вилонов, но, скорее всего, это чисто маркетинговое название. ГТС-3. Так это новый механизм. Тем более с этими рюшками. Двойная регулировка, которую я сейчас вот расскажу, когда кубик вскроем. Давайте соберем, что ли. Претензии по скорости, по качеству, по резке углов. То есть, особых каких-то претензий по вращению у меня нет. Это все-таки топовый куб. Мне кажется, он шумнее, чем Валк Три Пауэр. Вот слышно вот такой вот шум кликающий. Достоял наш Валк Пауэр. Да, мне кажется, Пауэр потище. Виланг шумнее. Ган 3.54 я покупать не стал, но уж больно он мелкий. Да и стоит не особо дешево. Хотя это не самый важный показатель. Не стоил бы он там тысяч рублей, я бы его купил. Просто посмотрел бы. Но не люблю я особо мелкие кубы. Там сейчас вышла четверка от Гана. Вышла четверка от Мафанга. Но они все 60 мм. Как-то не хочется покупать мелкие. Возможно, придется, конечно, новый стандарт. Но пока что-то душа не лежит. Ну и также с трешкой от Гана. У меня SM лежит. Я на нем открутил. Там тоже порядочный сборок. Но все равно вернулся на Волк. Как-то он мне больше понравился. Хотя Ган значительно дороже. Я еще сборочку сделаю. Что-то не понял. Быстрый. Очень-очень быстрый. Давайте посмотрим резку углов. Ну, режет. Много режет. Особо большие уже как-то нехотя. Есть зона, где вообще не режет. При большем усилии срезает в другую сторону. Этим сейчас не удивишь. Уголок фалликнуть можно, но усилие достаточно значительно надо доложить. Немножко похож на погремушку. Не знаю, почему такие ассоциации идут. Хотя... Вот плохого кубики сказать ничего не хочется. Кубик замечательный. Рюшки немножко вот как-то в руках. Ну, дискомфорт какой-то. Возможно, к этому надо просто привыкнуть. Но пока... Как-то не так. Давайте разберем его. Сразу внутри мы видим крестовину не синюю, как обычно, а белую тоже усиленную. Но белую почему-то. Вот у второго ГТСа синенькая внутри. Сравним ребра. Color это ГТС. Третий. Не Color. Второй. Видим, что ребро получило какое-то более сложное строение. Какие-то дополнительные юбочки. Видно на камере. Оно, конечно, внешне слегка похоже на предыдущей версии, но значительно переработано. И ножка, соответственно, из неокрашенного пластика. Сейчас так модно. Так, уголки. Ну, если у второго ГТСа все достаточно плоско, то у третьего много рельсов. Ну, и не считая рюшек. Вот так. Ножки похожи, но все-таки переработаны. То есть, это другой куб. В ходе похож. Да. Сильно отличается. Крышка снимается достаточно туго. Вот такая вот мощная стала. И что мы здесь видим? А здесь мы видим болтик и вот такое колечко. Как раз вот такое у нас запасное лежит. И вот этим ключиком, наверное, нужно что-то здесь регулировать. То есть, вот этот ключик можно вставить вот сюда и вот по щелчкам ориентироваться. То есть, у нас на одинаковое количество щелчков прокрутить каждую грань. Не знаю, сколько я уже накрутил. Будем надеяться, что я не нарушил заводскую настройку. Если потом понастраиваем. То есть, как бы двойная регулировка. То есть, можно просто отверткой. А это, наверное, более тонкое. Что-то вот такое. Наверное, интересно. Хотя, не знаю, кто будет с этим и заморачиваться. Обычно на глазок хватает настройки. Но, в любом случае, развивается. И это хорошо. Соберем обратно и сделаем финальную сборку. Подведем некоторые итоги по этому кубику. Стоит ли бросаться и выбрасывать твой старый куб в окно и покупать этот? Да, наверное, нет. Вилон ГТС 2. На нем до сих пор топовые куберы крутят. И довольны. Далеко не все переходят на третий. И третьим крутят. И тоже все довольны. Просто сейчас уже такой уровень топовых кубов, что они все хороши. Рюшки. Момент спорный. Очень спорный. В Мегаминксе это, да, хорошо. Потому что там угол имеет гораздо больший градус и для хвата. А здесь и так все хорошо хваталось. Плохой или кубик? Да нет, неплохой. Инновационный. Интересный. Ну, на месте компании мою я бы предложил покупателям бы еще версию без рюшек. Без магнитов это на их усмотрение. А вот без рюшек, наверное, было бы интересно. Хотя, если бы рюшек не стало, мне кажется, одной вот этой двойной регулировки, наверное, было бы маловато для выпуска новой модели. Хотя, строение элементов хорошо переработано. Кубик хороший. Но, они все хороши. Все топовые модели сейчас в чем-то хороши. На вкус и цвет каждый выберет себе свой. А так, еще одна альтернатива топовому кубику. Достойная, интересная. Но, не сильно обязательная к быстрой покупке. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.